Композиционные материалы В области композитов из разных стран мира России, Германии, Италии, Швейцарии, Испании, США, Голландии Организатор сегодняшнего мероприятия Возвращение композит Во многом способствует тому интересу страны Всех участников рынка, процессов И самое главное руководство страны К гражданскому применению композиционных материалов Которые сейчас сформировались Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Глеб Никитин Рассказал участникам конференции О возможностях российского рынка По подсчетам высокопоставленного чиновника К 2020 году он вырастет в 20 раз Государство готово этому всячески содействовать В числе мер поддержки Разработка необходимой нормативной документации А также формирование спроса на композиты На внутреннем рынке Замминистра заявил о необходимости Разработать отраслевые программы Внедрение композиционных материалов В традиционных индустриях Нефтегазовой промышленности Транспортной инфраструктуре Строительстве и других Надо создать пилотные проекты Прежде всего пилотные проекты В области кружно-танажного производства То есть те проекты, которые могут вытянуть спрос И некоторые из этих возможных проектов Они там по имену То есть это программа по развитию композитного мустостроения Это программа по развитию композитного трубостроения Это строительная отрасль Естественно, все возможные пилотные проекты Кружно-танажного не исчерпываются Отчисления вот этих трех направлений Даже если у нас организовали два из этих трех направлений Мы столкнемся, принципиально, с другой ситуацией Когда спрос может возрасти В десятки каких-то видов продукции И все это раз Участники пленарного заседания Сошлись во мнении, что существенную помощь В развитии российской индустрии композитов Могут оказать зарубежные инжиниринговые центры Планируем проводить соответствующую работу И передовую, чтобы пригласить зарубежных специалистов Работать в России Крупнейшие российские корпорации Уже не видят своего будущего без композитов Поэтому применение композиционных материалов Является для нас таким неизбежным фактором Поскольку за счет этого Мы можем достигать Курентоспособности И сфера применения Композиционных материалов У нас достаточно широкая Между тем Заинтересованы в композитах Не только промышленные гиганты Но и предприятия малого и среднего бизнеса В настоящее время в нашей отрасли Постоянно действующие Катиномоустойчивые компании Порядка 200 В основном это предприятия Малого и среднего бизнеса Для того, чтобы понять, что это такое Какой уровень развития отрасли Достаточно посмотреть на аналогичную отрасль Соединенных Штатов Так вот, от таких компаний От 5 до 7 тысяч И вы понимаете, какой у нас потенциал роста Интерес ко второй международной Инжиниринговой конференции Композита Подтверждает веру Иностранных коллег В перспективы Российской отрасли композитов Я хотел бы сказать, что Пока отрасль композитов Небольшая Но у нас огромное будущее Рост индустрии Будет потрясающим Россия пока на этом рынке Недостаточно представлена И наша задача Вывести ее на мировой рынок Обмен мнениями Состоявшийся в рамках Международной конференции Оказался бесценным Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok